Всем привет! Настал день Икс, и сегодня к нам приехали, привезли кровать и тут же ее собирают. Это вообще вот так вот. Что здесь будет? Я в скором освободила здесь все. Все, проходите. Вот. Мягкая. А эта спинка огромная. Не представляю, как все будет. Время сейчас без пяти час. Посмотрим, сколько времени займет сборка кровати. Так, смотрите, первым делом разложили все вот так вот. Профессионалы. Я, кстати, не знаю, подойдет мой матрас или нет, потому что сюда рекомендуют от 20 сантиметров матраса. У меня 10. Ну, временно он точно будет. Моя спинка. Господи, моя спинка. Класс. Пока кровать играется, Дэнни. Дэнни на меня прыгает. Эй! Все, я устала. Неслась. Эй! Я пустила. Я пустила. Пусти. 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 Ты тяжелый, Дэнни. Ты тяжелый. Все. Пусти. Я не устала. Я устала. Пусти. 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 Я устала. Ты тяжелый. Я не устала. Давай, поехали. Поехали. Все. Ты тяжелый. Я устала. Так, собрали почти кровать. Теперь кладут такие листы ДСП, я так понимаю, в основание. Вот еще лист один. У меня, кстати, с подъемным механизмом все будет. Любопытно, как это все будет. Вот она. Можно вот чуть-чуть развернуться, чтобы. Этот валяется туда, ждет кровать. Ждет кровать. Кровать. Я, кстати, не брала для кровати полочки. Потом такая подумала, может, надо было... Подумала потом, когда заказала кровать, думаю, может, надо было полочки сразу заказать. А потом подумала, что все-таки полочки, они должны быть так же, как и шкаф. Надо их потрогать, пощупать, посмотреть. Там очень много всяких нюансов. Хотя я бы сейчас, наверное, покупала одну полочку. Ну, тумбочку я имею в виду, полочку. Ну, я должна ее видеть, пощупать, посмотреть, как она ездит. Для меня это очень важно. Поэтому пока что одна кровать. Ну, что, мои хорошие, вот она, счастье. Денька уже тут прыгает-бегает. Кстати, наш матрас идеально сюда подходит. Высота, смотрите, то есть еще остается. Просто офигенно. День, не ломай только новую кровать, пожалуйста. Сейчас, ребята, ну, они хоть мыли руки, все равно чуть-чуть подпачкали. Сейчас я пройду с тряпочкой влажной. Мы подвинули кровать, куда мне надо. Я сказала, ближе к окошку. Ну, вообще ее можно как бы... Там я вот сама, если что, подвину ее. Механизм, вот он. Я постельное белье сейчас поменяю. Кстати, я хотела взять и сделать светлое белье. Полностью светлое белье. Это уже грязное. Как раз, когда будет кровать. Давай, слазь. Подъемный механизм. Встань, пожалуйста. Смотри. Раз. Два. Давай сюда нельзя. Сколько места здесь, девочки, смотрите. Для вещей. Сейчас я соберу, сложу обязательно все. И как опускать. Деня. Ты посмотри, он лезет. Аккуратно. Достаточно все просто и легко. Дальше моменты по спинке. Мне все нравится. В принципе, красивая белая спинка. Здесь у нас все идет тоже в коже. Будь здоров. Здесь у нас идет тоже все в коже. Все мягенькое. Это хорошо. Потому что я видела такие, знаете, здесь, например, спинка мягкая идет. А здесь идет, ну, твердое. Когда малой будет бегать, прыгать, он будет не как бы ударяться об это. Поэтому твердое это не подходит. Ну, вот так все это дело выглядит. Ножки, девочки. Ножки. Вообще, я люблю кровать, чтобы без ножек, чтобы не собиралась там внизу пыль. Но я этот момент не продумала. Если ножки убрать, то она не сможет стоять без ножек. Потому что здесь у нас, смотри, здесь у нас еще дополнительная вот такая ножка идет, да. И можно ее поставить, убрать ножки. Можно поставить ее вот так, чтобы пыль не собиралась. Но вот это надо будет срезать. То есть это нужно будет ее разобрать. Ну, когда будет время, может быть, и сделаем. Если это будет сильно напряжено, что здесь пыль собирается. Буду как-то мыть, смотреть. Ну, короче, вот это отпилить, и все. Тогда снять ножки и просто поставить ее полностью на этот момент. Я этот момент не продумала, девочки. Я думала, что просто ножки можно будет отвинтить. Можно на ножках, можно без ножек. Но здесь оказывается вот эта дополнительная ножка. Большая. Вот. И я там смотрела еще варианты, какие можно было сделать, чтобы ее опустить без ножек. Но нет. Это единственный вариант, только если ее подрезать. В общем, поздравляйте меня с кроватью. Мне она очень нравится. Она очень гармонично, красиво вписывается в белую стену. Мне кажется, замечательно. И уже сегодня я буду снимать видосы на фоне этой спинки. Посмотрю, какие получатся видео. Все? Ты рад? Ну, говори, ура! Только не прыгай. Так, пока что на время я здесь... Мне надо будет здесь поставить что-нибудь. Табуреточку, да? Такая красивая кровать. Табуреточка тут будет стоять. Это, конечно, не супер-пупер айс. А ну-ка, давайте посмотрим. Вот смотрите, как будет смотреться табуреточка возле моей супер-гламурной кровати. Ну, тоже ничего, да? Что-то на время поставить. Вот. Но вообще я буду смотреть какие-то тумбочки, да? И, возможно, тумбочка даже одна будет пока с этой стороны. И, может быть, я еще подвину кровать чуть-чуть ближе сюда. Вот. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Пока не знаю. Ну, вроде бы ощущается все гармонично. И матрас пока менять не буду. Вот. Сейчас перезастелю постельное белье. И посмотрите, как красиво будет смотреться. Вытру все это. Кстати, матрас мы брали в Аскона. И мы брали вот такой сразу чехол. Он там вроде со скидкой был, по-моему. То ли в подарок, то ли со скидкой. Не помню. Не, он, по-моему, подешевле как-то был. Вот такой чехол у нас. Он здесь идет махрушка, чтобы не слезала простынь, да? А здесь такая сеточка. И с другой стороны... Сейчас я вам покажу. Вот так вот он. Это клееночка. То есть это для детей специально очень удобная тема. Вот мое белое белье. Сейчас я его распакую и застелю. Я думаю, оно будет очень круто сюда. И обязательно застилать его покрывалом беленьким. Какие-то белые... Такие вот пятнышки, видите, они смываются просто влажной пряточкой пока что. Вообще нужно будет купить какое-то средство, знаете, такое универсальное. Но хотя у меня есть универсальное. И все это убирать. Чистота. Конечно, белое, я знаю, будет пачкаться. Это нужно будет за этим очень сильно следить. Ну а что, если хочешь белую кровать, что делать? У меня не было никогда белой кровати. Поэтому... Так, вот здесь чуть-чуть от ручки, видите, осталось. И вот это. У меня есть средство. Сейчас уберем. Средство. Вот оно, чистющее средство. Баба-яга. Я в Галамарт брала. Смотрите. Вот так вот. Раз. И все. И пятнышка нет. И здесь то же самое. Это, видимо, чернильные ручки. Ручку, фломастер, маркеры очень хорошо стирает. Это темно. Все. Теперь стелим. Стелим наше белье. Что случилось? Так, еще смотрите, какая штучка у меня есть. Я сейчас хочу немного прогладить, потому что помятая. Хочется, чтобы все было чистенькое, гладенькое, поглаженное. Так, вот сейчас он уже вскипел. Я еще постельное белье вот так не гладила. Ну, посмотрим, как его вообще лучше погладить. Кстати, постельное белье каждый раз обращаю внимание. И всегда хорошо, чтобы здесь все-таки не было просто разреза, а хорошо, чтобы было на змейке. Вот. Я буду выбирать белье теперь, чтобы оно было на змейке. И простынь хорошо, чтобы была либо евро. Вот это у меня двушка простынь. И она вот здесь, с этой стороны и с той стороны. Не с захлестом все делается. Да, то есть по бокам с захлестом, а сверху-снизу нет. Это не очень хорошо, будем ногами дрыгать. И, возможно, оно все вытащится. Вот. Ну, у меня, кстати, если я на Алиэкспресс прищепочки такие прикольные покупала, они защипляются с двух сторон, и все. В общем, сейчас я все разложу. Смотрите, еще нашла. В фикс-прайсе покупала. Кстати, беленькие. Сюда они отлично вписываются. Сейчас, короче... Дэн, ну куда ты в грязной этой? Это грязная простынка. Сейчас все заправлю и покажу. Покрывало у меня шикарно сюда подходит. Дэня привлекает внимание, как может. Ну чего ты, жопик! Идеально подходит под кровать, но вот эти вот, они чуть-чуть белее. Подушечки. Так вот. Будешь теперь какое-то время вот это вот постоянно тут красоту наводить, вот, чтобы все красивенько было, лежало. Да? И Дэньке не разрешу здесь прыгать. Хочу заходить и любоваться красотой. Сейчас еще одну подушечку вот эту вот красивую положу посредине. Она будет как яркое пятнышко. Да? Симпатично? Симпатично? Или не туда ее? Или ее как-то вот просто так положить? Короче, ну вот как-то так. В общем, в целом, пока я здесь сейчас походила, я, конечно, довольна. Ну, кровать, качество, конечно же, оставляет желать лучшего. То есть, там, где я смотрела по 70 тысяч кровати, там, конечно, вот эта вся спинка, она сделана прям, прям, ну, офигенно. Да? То есть, нет вот каких-то таких вот штучек. Вот, видите? Как бы шов там внутренне видно, да? Здесь вот он как-то вот так неровненько чутка пошел. Ну, в общем, сами понимаете, да? В целом, неплохо за такие деньги. Сейчас, кстати, скажу, да, сколько что стоило мне. Попросила даже еще мусор забрать, большие коробки эти, ну, там, 150 рублей доплатила, и они вынесли, ну, большие коробки реально, как бы их тащить неудобно мне было бы. Поэтому мне проще, чтобы они вдвоем и унесли все. Поэтому у меня ни мусора, ничего не осталось, а собрали они вообще, по-моему, за полчаса все. Да, я не посмотрела на время, но очень быстро. То есть, я ходила, наблюдала здесь все. Вот, и полчаса и собрано. Смотрите, вот она моя кровать. Сейчас у нее цена со скидкой минус 21%. Стоит она 21,999. Цвета есть разные. Смотрите, коричневый, серый, синего тоже классный. Здесь можно выбрать размер, да, размер 21,999. Это она размером метр сорок стоит. У меня метр шестьдесят была. Чуть-чуть дороже. 22,999. Вот, белая. Чисто белый. Здесь вообще есть еще молочный цвет такой. Сейчас покажу. Я думала между молочным. Вот, слоновая кость. Но все-таки решила белые. Чтобы не было никаких таких пятен. Белая на белом очень красиво смотрится. Минус 20% вы можете не использовать никакие купоны. Больше, чем 20% скидку никто не сделает. Я так поняла. И купоны можно никакие не искать. То есть, это самая большая скидка сейчас. В общем, 23 тысячи получается кровать. Плюс доставка где-то 700 рублей. Плюс сборка 1600, по-моему, или 1700. В общем, все вместе вышло 26 тысяч. Без скидки она бы стоила 28,999. То есть, 29 тысяч. Эта квартира совсем уже преобразилась. Вообще другой вид теперь. Совершенно теперь другой вид. Когда будут занавески, которые я хочу. Или вот эту занавеску. Вообще, она очень длинная занавеска. Я думаю, что она мне нравится, в принципе. Единственное, что внизу, видите? Вот здесь. Я бы еще добавила бы что-нибудь, чтобы света не было. Потому что свет просвечивает ночью. Ну, это не принципиально важно. Как бы он не сильно там просвечивает. Как бы, ну, просто до идеала, если, да. Что-то туда дошить, такое темное, незначительное. И вообще, ее по-хорошему разделить на две части. Она реально очень широкая. Вот, ее можно разрезать на две части, подшить все. И с двух сторон будет. Она реально очень красивая штора. Мне нравится. Функцию свою несет. Хорошо затемняет все. И смотрится очень стильно, красиво. Все. В общем, тумбочки, шкаф. Вот шкаф, когда буду, тут вообще заиграет все по-другому. В общем, ждите видосы, фикс прайс. Буду сидеть вот здесь на кровати и снимать. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Понравилась моя кровать. Задавайте вопросы в комментариях. Буду отвечать. В принципе, кровать могу рекомендовать. Потому что это, на самом деле, цена-качество. То есть, если качество хотеть супер-пуперское, эта кровать, я думаю, от 50 тысяч стоит. Ну, те, которые я смотрела. Все, мои хорошие. Люблю, целую вас. Прощаюсь до следующего видео. Дань, говори пока-пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok